Добрый день, это программа Факты в лицах и мой сегодняшний собеседник, заместитель главы города по социальной политике Валерий Суров. Добрый день, Валерий Георгиевич. Добрый день. Знаю, что Министерство культуры Российской Федерации уже согласовало или утвердило план основных мероприятий в рамках празднования трехсотлетия Нижнего Тагила. Состоит он из четырех блоков. Давайте сначала поясним, что это за блоки. Ну да, действительно, к нам вернулся, точнее, скажем так, вернулся субъект, нашу область, наш план мероприятий, который мы направляли для утверждения. Действительно, его концепция нашего плана, она утверждена. И, скажем так, те мероприятия, которые были в нем отражены, они, в общем-то, устроили все стороны. На сегодняшний день должно выйти, скажем так, постановление губернатора с утверждением данного уже плана мероприятий. Понятно, что в этом плане очень много мероприятий, скажем так, которые направлены на пропаганду, скажем так, города Нижнего Тагила, да, на его исторические объекты. Конечно же, очень много говорится о том, что необходимо делать и печатную продукцию, да, и рекламную продукцию для того, чтобы продвигать наш город. Такое формирование имиджа в целом. Но основное все-таки это, скажем так, крупные ремонтно-строительные работы, которые нам бы хотелось реализовать в рамках 300-летия города Нижний Тагил. Вообще, объем финансирования плана, он какой-то есть? Значит, мы сегодня пока об объеме финансирования не говорим, хотя на сегодняшний день в плане отражены, скажем так, суммы, да, они отражены. Но сегодня, скажем так, нет понимания, в какой части будет она финансироваться. Сколько на себя возьмет федерация, сколько на себя возьмет регион и сколько ставят для нас, для города. Вот, я думаю, что это будет после того, когда данный план уже будет утвержден и, соответственно, будут определены, скажем так, финансирования с трех сторон. Ну, вот вы сказали, что крупные объекты входят в плане празднования, обозначены, я так понимаю, строительство, реконструкции и что-то еще, да? Какие объекты? Ну, наверное, все-таки мы много сегодня говорим, начнем, наверное, с небольших объектов, да, это, конечно же, наш кукольный театр. Нам бы хотелось, по крайней мере... Небольшой, но значимый. Да, очень, он небольшой, но очень значимый для города Ниждегил, для наших маленьких детишек. И нам бы хотелось, конечно же, по крайней мере, года за два привести в порядок и произвести реконструкцию нашего кукольного театра. Затем, конечно же, мы много очень говорили о доме Акуджавы. Все-таки это исторический объект, это музейный объект, и я считаю, что об этом глава постоянно говорит, что все-таки мы должны довести, поставить точку в этом и довести до конечного, скажем так, результата, с этим объектом разобраться. Я думаю, что нам бы хотелось тоже его отремонтировать в рамках юбилейной даты. Затем мы можем говорить о, скажем так, наших музейных объектах, это Ленина-1 комплекс. Здесь в плачевном состоянии сегодня у нас с вами флигель, и, в общем-то, тоже бы хотелось для города, он очень значимый, понятно, что его можно было просто снести и все, но по ряду причин мы этого не можем сделать, и нам бы хотелось все-таки привести его в порядок для того, чтобы тагильчане также и гости города могли приезжать и, скажем так, по крайней мере, ну, смотреть и любоваться старым городом, старым Нижним Тагилом. Это тоже сегодня, я думаю, что немаловажно. Из основных объектов также там у нас отражено это строительство моста через Тагильский путь, оно есть, и мы тоже все-таки надеемся, что этот объект начнется строиться из крупных, я бы так сказал. И, конечно же, это реконструкция стадиона Высокогорец. Все-таки у нас нет в городе сегодня крупного, скажем так, открытого объекта спортивного, и все-таки нам хотелось бы, чтобы данный объект был приведен, скажем так, уже в современный вид, и чтобы наши спортсмены могли заниматься в красивом, в красивом спортивном сооружении. А почему решили Высокогорец ремонтировать и не юность, допустим? Ну, у нас с вами, да, не такой большой выбор, у нас юность и Высокогорец, два муниципальных объекта, но давайте не будем забывать, что юность у нас с вами находится в санитарно-защитной зоне, в первую очередь она даже попадает в две санитарно-защитные зоны, это зона комбината и зона железной дороги. Поэтому здесь, скажем так, если даже работать над этим объектом, мы можем встретить ряд, скажем так, проблем на момент оформления проектно-смертной документации. Это происхождение госэкспертизы. Здесь сразу же, если мы пойдем на госэкспертизу, нам сразу его зарубят, и мы не сможем построить данный объект. Поэтому, а место расположения Высокогорца, ну, во-первых, оно само по себе, вписано очень красиво в ландшафт, да, и если все-таки мы реализуем, скажем так, проект по приведению в порядок поймы реки Тагил, да, тогда, в общем-то, здесь же будет не только... И у нас в второй очереди, по крайней мере, Парка Народного, там есть другие спортивные объекты, которые мы вписываем туда, и, соответственно, в общей конве это будет смотреться очень красиво, и, самое главное, очень удобно для тагильчан. А какие работы именно, ну, вот в планах сейчас сделать, то есть в проекте какие? Нет, в проекте у нас, во-первых, если на сегодняшний день мы должны спроектироваться по стадиону... Ну, в задумках, давайте так скажем, в задумках что сделать хочется? В задумках хочется сделать, вы имеете по стадиону, или, в общем, по стадиону, конечно, соответственно, мы не сможем с вами там ничего сделать, нам проще его просто-напросто снести и на этом месте построить... То есть это будет новый стадион? Это будет... Надо строить практически новый объект, потому что те подтрибунные помещения, которые сегодня есть, там, где у нас располагается спортивная школа «Высокогорец», мы должны понимать, что данному объекту уже, мне кажется, больше 50 лет, потому что строил бы еще... В ГОК он был, относился к ВГОКу, и сегодня он устарел физически, я уже не говорю о моральном устарении данного объекта. Затем, у нас там нет канализации, у нас на сегодняшний день там выгребная яма. Это тоже, скажем так, немаловажно, потому что при, в общем-то, сам по себе футбол, потому что это все-таки, в основном, футбольное поле, в первую очередь, должны быть душевые. Должны быть душевые оборудованы и для удобства спортсменов и занимающихся. И не надо забывать, что у нас школа «Высокогорец» — это все-таки она культивирует футбол. И здесь, в общем-то, глава города говорит и настаивает, что все-таки мы брали этот объект на реконструкцию, если говорить о стадионе. Я тогда, может быть, неожиданный вам вопрос задам. Если мы планируем получить хороший современный стадион, что будет с развитием футбола в городе? Потому что в последние годы все не очень просто с этим видом спорта. Да, футболисты были у нас и у главы города на встрече. И, в общем-то, вопрос стоял о том, что сегодня не хватает, так скажем, игровых полей. Но проблема у нас большая сегодня с игровыми полями — это по вагонке. Мы об этом все знаем. И мы все-таки надеемся, что данную проблему в этом году мы постараемся снять. И на базе восьмой школы все-таки такой стадион, примерно такой же стадион, как 33-50, у нас появится на вагонке. И я думаю, что все-таки найдем, скажем так, взаимопонимание у «Уралвагонзавода» и у Министерства спорта нашего областного для того, чтобы все-таки закончить те работы на футбольном поле «Уралвагонзавода», который сегодня, в общем-то, он востребован, он необходим на территории Зижинского района. Но я-то не про объекты спросил, я про команду. То есть развитие команды, я так понимаю, есть один план — создать команду на основе своих воспитанников. И вот чтобы эта команда была играющей, нужно этих ребят воспитать, подвести к этому уровню. Ну, давай тогда, если говорить конкретно, ну, в принципе, это по любому виду спорта. Для того, чтобы, о командном виде спорта, да, для того, чтобы появилась своя, скажем так, команда, по тому или иному виду спорта, возьмем футбол, понятно, что должно быть несколько спортивных школ, которые должны культивировать данный вид спорта, и затем, из которых можно было набирать ребят наиболее, скажем так, продвинутых в данном виде спорта, и чтобы это было им интересно, чтобы это было их смыслом жизни. Тогда, соответственно, да, действительно, нужно такое поле, нужно такое поле. И сегодня, в общем-то, тренерский корпус по футболу, который, да, они-то как раз и говорят о том, что сегодня появились у них такие ребята, сильные ребята, которые и родители заинтересованы, да, которые готовы, чтобы, скажем так, поддерживать своих детей, чтобы они занимались данным видом спорта. И, в общем-то, наша основная задача, наверное, сегодня, в любом случае, мы должны создать комфортные условия для жителей города Нижний Тегил, так, и для развития не только, скажем так, любительского спорта, но все-таки потихоньку прививаться. Я бы не сказал, что профессионального спорта у нас, скажем так, ну не такой город, но все-таки дети должны почувствовать себя, скажем так, немножечко хотя бы в этом виде спорта на более высокой ступени для того, чтобы у него был шанс попасть в игровую сборную гораздо выше, да, пускай говорим о российской команде, о сборной, да, вот, чтобы был, такие шансы у них были. Вот это наша задача. Ну и вернемся к празднованию трехсотлетия. Вы уже перечислили мост, сказали о стадионе. Детская многопрофильная больница, этот многострадальный объект, о котором мы говорим уже больше десятилетия, по-моему. Поэтому он-то включен в план? Да, он в план у нас включен. И, в общем-то, на последней встрече и губернатор подтверждал, главе города, что все-таки постараются данный объект довести до логического конца. И министр здравоохранения, он когда, ему задали вопрос все-таки, когда мы достроим нашу детскую многопрофильную больницу, он, конечно, не сказал конкретно, может быть, потому что новый человек, он говорит, мне надо разобраться, понять, в какой стадии сегодня мы находимся, для того, чтобы я мог сказать, скажем так, когда мы это сможем с вами реализовать. Поэтому, когда министр здравоохранения созреет, я думаю, что мы об этом узнаем дальше. Но в плане она попалась, значит, шансы у нас есть. Шансы становятся чуть выше. И точно этого объекта в плане не могло быть, потому что речь сейчас о молодежном театре и о планах создать на базе, точнее, в здании, в помещении молодежного театра, театр юного зрителя. Вот об этом. Есть попытки тоже этот объект туда встроить? Может быть, там, второй очередью? Нет, вот смотрите, давайте, если говорить о молодежном театре, он, конечно, самое главное, мы уже в 2016 году сделали его обследование. Для чего нам нужно это обследование? Для того, чтобы начинать, скажем так, работы по проектированию ремонтных работ. Это был первый шаг, который необходимо было сделать. Мы его сделали. На сегодняшний день мы сделали второй шаг, сделали обследование еще некоторых частей, которые были нам подписаны, скажем так, предыдущей организацией, которая сделала обследование данного здания. Мы дополнительно обследование, замеры сделали, и сегодня у нас понимание есть, что нам необходимо делать, какие ремонтные работы на данном объекте. Сегодня уже решение принято, и будет приготовлена проектно-смертная документация по ремонту кровли. Это уже работа запущена. Соответственно, для того, чтобы театр дальше не разрушался. И затем мы постараемся, может быть, к концу года, может, на следующий год, приступить к проектно-смертной документации ремонтных работ. То, что нам необходимо, будет сделать. А потом уже, в принципе, молодежный театр, это тоже самый театр юного зрителя. Функции у них одни и те же. Что у того, что у другого. И если, я думаю, что мы это запустим на обсуждение для жителей города Тегил, и я думаю, что это будет поддержано. А почему нет? Скажите, вот то жесткое решение, которое сегодня принял глава города в отношении директора молодежного театра и вообще молодежного театра в целом, вы его поддерживаете? То есть разделяете? Я разделяю его полностью. Понимаете? Даже еще великий Станиславский говорил, я ему только переначу слова, надо любить не себя в театре, а театр в себе. Вот здесь, наверное, люди немножко об этом забыли. И вот эта вот внутренняя, скажем так, напряженность, которая сегодня там была, она привела вот к этому расколу. Может быть, в чем-то виноваты мы. Может быть. Я это не исключаю. Но в любом случае, люди, которые находятся сегодня там, они, во-первых, получают заработную плату налогоплательщиков, и они все-таки обязаны были найти компромисс, и они обязаны были работать сегодня и выдавать готовый продукт для жителей города Ниждегил. И тот продукт, который бы туда привлекал и тянул людей. Это как раз, скажем так, за эти последние три года, вот эта вот, скажем так, я грубо скажу, может быть, байда, которая родилась в этом театре, она привела к тому, что мы начали терроризировать. Мы не начали, мы давно, наверное, потеряли зрителя. Но вот оно, то, что мы поимели, то и поимели. И, в общем-то, главу тоже можно понять. Ведь сегодня он очень много вкладывает и делает для города, и когда начинают, скажем так, где-то в определенный момент, ну, полоскать город, по-другому я это не назову, город, полоскать город, а город, это, конечно же, глава. Мысли люди этого не понимают, ну, я что могу сказать? Это неправильно. Ну, и вернемся к трехсотлетию. Наверное, про объекты мы закончили говорить. Но жителям, думаю, будет очень интересно узнать. Те торжества, которые нас ждут через четыре года, которые горожан готовят через четыре года, которые обозначены в плане, это будет действительно масштабно, это будет большое шоу. Ну, я бы начал немножко тогда из другого. Давай так. Вот мы, если посмотрим проведение Дня города, вот последние три года, да, к примеру. Возьмем последние три года проведения Дня города. Я думаю, что тагильчане заметили, что каждый год, каждый новый день города, он гораздо интереснее, чем предыдущий. Поэтому, я думаю, что за четыре года мы подойдем к трехсотлетию, мне кажется, с масштабным проведением Дня города, и которых, я думаю, что тагильчанам будет очень интересно участвовать в тех мероприятиях, которые будут проходить у нас на трехсотлетии. Я думаю, что будет очень много гостей, и я думаю, что еще будет сделано очень многое за эти четыре года, и тагильчане должны будут быть довольны. И эти празднования будут проходить в том числе в новых объектах, построенном стадионе, театре и других, и других, и других. Мы в это верим, и мы на это надеемся. И мы для этого работаем. Спасибо, Валерий Георгиевич, за то, что пришли, ответили на все вопросы. Напоминаю тагильчанам, что сегодня у нас в гостях программа «Факты в лицах» был Валерий Суров, заместитель главы города по социальной политике. Всего доброго. До свидания.